Руденко Игорь Алексеевич. Я сам с Крыма родился в Днепропетровской области Широкевского района села Водина. С 1975 года я в Крыму проживал. Навчался в Полтавском военном институте связку по должности начальника связи Гаубичного террористического дивизиона. Как прибыли до Нового Каховка, там получается шесть гаубиц поставили на стадионе. Вокруг жили дома, поставили на стадионе, там стадион был невеличкий. И поставили шесть гаубиц и две гаубицы, просто они не стреляли, на прикрытие их поставили, а четыре подняли вверх. И когда давали там команду, ну я просто чув, как давали команду, я сам не артиллерист, то они стреляли вверх, ну десь три-четыре километра. И сказали, это на окраине города, это на окраине села. А потом, как я уже подивился по картине, по телефону, уже тут, уже когда сдался, это оказались жили дома, ну, будинки жили. То есть они стреляли по будинкам, то есть нам сказали даже неправду. А хлопцы, которые заряжали, они и не знали, куда они стреляют. И им начальник штаба приказывал, и командир дивизиона координаты давали, и они шпаляли. То есть за все время, что я был оцепи 5 дней, я ни одного військового украинского не побачил. Я не знаю, убили они или нет, может они там сховалися где-то в подвалах. Ну, вот такие злочины, конечно, творили. Стреляли. Я, конечно, извиняюсь перед всеми народами Украины, перед всеми жителями, что такое произошло. Я даже, ну, у меня просто нема слов и оправданий, я не выправдовываюсь. Ну, боль внутри, что и тут я как предатель, и там я как предатель, и везде я как предатель. Дуже важно. Есть родственники на Украине, есть в Николаеве мой родный племянник, есть в Харькове моя родная титка, родный дядька. И три троюродных брата, двоюродных брата и сестра двоюродная. Я дуже переживаю, потому что я бачу, что с Харькова он зробил. Субтитры создавал DimaTorzok